Музыка 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 Итак, выводы после выставки Она огромная Я был на выставке в Москве и выставка в Москве это приблизительно одна десятая часть выставки, которая проходит в Нюрнберге. Это раз. Второе. Здесь больше иностранцев, чем самих немцев. Третье. У людей куча разных идей, и можно ходить по этой выставке и просто питаться этими идеями для того, чтобы воплотить их уже в своем понимании. И мой коллега Андрей вот этот самый будет все это воплощать. У него целый год на то, чтобы переосмыслить и это сделать и в металле, в замше, в дереве и в пластике. Многие здесь повторяются. Например, турки пытаются убить вепари Сайгу. Поэтому они в разных вариациях 12-х калибр привозят сюда в огромных количествах. Это абсолютно бесполезная затея, как мне кажется, потому что то, что уже прекрасно работает, не надо повторять. Надо придумать что-то новое. Они не придумывают ничего нового, они пытаются сделать старое с новым дизайном. Есть большое количество старых компаний, типа Танфолио, Зигзаур, Глок, которые представляют из года в год одни и те же новинки. То, что вы видели в Москве, то, что вы видели на других выставках, то, что я видел, например, в Техасе на выставке НРА. Все то же самое. Им просто нужно приезжать на выставку и выставлять свой товар. Ничего практически нового они там не представляют. Ну и в плане подготовки винтовки для практической стрельбы. Огромное количество арок. Кто-то пытается придумать что-то новое. Вот сегодня мы видели арку, которая сама сбрасывает в магазин после первого патрона и после досылания, после вставления нового магазина, досылает новый патрон. Якобы для того, чтобы увеличить скорость. Ну, может быть, это чем-то помогает. Нам надо проверять. А так, в принципе, арт-система уже себя зарекомендовала. Остается только настраивать его под себя. Прицелы в огромном количестве. Дешевые марки, китайские марки и какие-то малоизвестные компании пытаются делать то, что делают Люполь и Сваровский. И, в принципе, большой разницы нет при большой разнице в цене. Но, конечно, в деталях частота стекла, размер марки, работа автономная на батарейке. Это, конечно, отличается и не в пользу. В пользу маленьких компаний. Китайские компании я не рассматриваю. Считаю, что они такие же бессмысленные, как и турецкие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА